Ю-ху! Всем привет! С вами Юнот, с вами Ведьмак и с вами мы снова продолжаем творить то, что я должен. Надо зайти к характерщику, скинуть половину вещей, потому что я двигаюсь на болото, скорее всего. Что у нас тут? Вскрытие покажет, какими методами пользовался азар. Ага, я должен на лодке добраться до болота и избавиться от монстров, которые по ночам приходят на пустыню. Контракт на Гулю, Волков, контракт на Эпихондрии каких-то, ага. Нужно сказать, что Шане передо мной в долгу, надо будет ей почаще обращаться. И должен отправиться в полночное кладбище и сделать так, чтобы призрак невесты обрел покой. Можно туда-то заскочить. Что еще у меня есть? Разговор, я сказал, он исправится, саламандры будут ждать следующие ходы, секрет Бернгара. Я должен получить информацию Бернгар, человек по имени Кирпич. Пока без понятия, как я попытаюсь брифовать и заманить его в ловушку. Что это значит? Это значит, что если мы сейчас напрямую придем к Реймонду и поговорим с ним, ну там, определенными диалогами выясним, что он является саламандрой, там нас нападут и разнесут без шанса, без малейшего шанса. То есть, у нас победить его шанса вообще не будет. Чтобы его победить, нам нужно будет только попасть на болото и открыть башню. Так что вот так вот. Такс, 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 такс. Выходит, мне нужно, нужно. Трактирщик, скину ему все лишнее. Ужена была, тебе тоже будет дофига хлама. Че-то я заблудился, да, по-моему? Хотя, вроде, район я узнаю. Туда. Туда надо дождаться ночи, сбегать на кладбище. Без смысла проклинать небеса. Из кладбища двинуть дальше. Вообще, я офигел, сейчас смотрю, у меня на диске там систем стоит, как бы, было дофига места, ну, где-то около 40 гигабайт. Чисто диск для системы. Сейчас уже осталось около 17, и думаю, что за фигня, пошел разбираться. Да-да. Посмотрел, что там есть, куда идет, и в итоге, вот этот вот ведьмак, вот этот вот, он капец окажется, его сейвы жрут место. Черт, опять проиграл. Ладно, чего ты хочешь? Они жрут, я не знаю, за время, которое... А тут про вскрытие есть что-нибудь? Я же читал про вскрытие, я помню. Ну ладно. Так, что мне не нужно? Мне здесь не нужно уже. В общем, каждый файл примерно весил по 15 мегабайт. Так, но это мне уже, нафиг, не надо. Это не надо. Руну. Не знаю, продам, наверное. В общем, я удалирую сохранение из ведьмака, просто старый, на 3 гига. Вот так вот он доживет место старой игры, да? Че поделать? Бухлишки дофига, не значит, не делать. Все, да? Так, два синих, два красных. Камушка 8. Руна нужна, естественно, она нужна. Капец, да? Куки фламера. Будет чувак, которому надо куки раздавать. Все. Теперь там в полночь, да, сказано, убить призрака? Или в пол? По-моему, в полдень был какой-то призрак. Сейчас, 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 сейчас. Я должен отправиться в полночь к кладбищу. А, к кладбищу. Пойдем. За час до полночи мы это сделаем. И сейчас хожу туда, посмотрю, что из этого вы. Фигасе. Э, ребят, вас ничего не замечает здесь, как бы? Вы столпа стали первой. Кто сильнее? Походу он. Бей, бей, я тебя не трогаю. Я хочу встретить. Чем кончишься бой? Сейчас я тебя добью. Три на одного. Один у него почти убит. Нет, 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 не трогай меня. Я просто наблюдаю. Вот, молодец. Четыре на одного, а? Я тебя добью в конце. Да, есть один, готов. Это же лут, вы че? Это чисто фарминг. Иди нафиг от меня. Я ж ты не трогаю. То есть два осталось. Да, блин, я прям супер-видьмак. Ладно. Так, шибы. Ты сам выбрал. Быстр смеш. Я никому не делала зла. По факту я видел, что он бы всех разнес. Так что... Это хорошо. Конечно, обидно, что... М-м-м, да. Сосиски появились. А где лут? У них даже блута нет. Вообще, отстой. Ужасный слой. Прикольно, что они стол поставили. Мне интересно наблюдать. Есть ли тут переход с тала на что-то другое? Живенька! Так. Полночь на кладбище. Каждое такое сохранение. 15 снегов. Офигеть. Надо было периодически мониторить и удалять. Гуль. Он полночь-то имелся в виду полдень. То есть там неверное время указано. Либо это косяк игры. Потому что я дух-то видел. Помните, мы его вообще еще не знали, что делать. Мне тоже нравится полночь. К кладбище. То есть... Да, кажется, это не полночь, а полдень. Ну ладно, пошли идти на дамбу тогда. Здесь нам делать вроде нечего. Пока нечего. Больше. Поэтому я бы лучше, да, мотанул на дамбу. Там убью плод... И на болото. То есть дамба и болото. Наберем сейчас там, выполним все квесты и двинем дальше. А вообще у меня есть навыки не потраченные, не показанные. Да, классно. Ладно, буду отдыхать, узнаю. Хотя есть скриптовые вещи, которые именно показываются именно в полночь. Но я духовил днем. Так что не думаю, что здесь появится сейчас. Класс. Надвинули. Дружно висят, ничего не скажешь. Зиг, Хрид, остальные. Да. Алибарды. Здесь какой урон алибарды? Вы думаете, там же, чем я, да? Убить их всех. Так, это, по-моему, дорога на дамбу. Да, дамба. Там нам нужно убить плавунов было. А, вот утопцы. Как раз во время. Подождите, я бегу. Классно. Классно. Че, все? Слишком легко. Все, можно нормально теперь побегать. Мозг. Есть еще? Блин, я, походу, переплыть-то смогу только днем, да? Подстава, подстава. Да, ничего не скажешь. Плавуны. Ой, утопцы. Че, у вас только один, что ли? Ну-ка, проверю теорию. Насколько он у него, по-моему, работал так? Кия! Да, смотрите. Ну-ка, давайте проверим один момент. Если отдохну час. Утопцы паятся или нет? Уж-то меня очень интересует вопрос. Не тухни, главное. Да ладно, у меня есть бесконечная зажигалка. Нету больше. И уплыть я не могу теперь. Только днем. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Собакя. Ладно, мне еще надо найти где-то 4 сиферота. Я знаю, что один будет у друидов. Один мы купили. Еще где-то найти надо будет. Ладно. Давайте до утра ждем. Там посмотрим, че из этого выйдет. Транспортные услуги по лучшим ценам. Давай, поехали. Перевези меня на другую сторону. Время, деньги. Ты определился? Ну да, сколько? 5. Ну, нормально. Готов. Но сейчас он зарабатывает больше, чем я. То есть мне надо пойти. И сбавить там селение от какого-то зверя, который вызвали. Они получили 200 оридов. Он поплавает туда-сюда раз. 40. И все. Ага, плывем на болото. Может, мне тоже надо было быть паромщиком? Там явно какие-то переправы, еще что-то есть. Там поставка груза. Он просто гребет деньги за то, что у него есть лодка. Поехали. Че у нас сейчас... А, день, утро, да? Дай этого собаку, чите надо. Болотные испарения, утопцы и мужчины. Вот и все. Эй, сынок! Я не твой сын, дедушка. Угадал, как меня зовут. Они меня тут зовут дедушкой. Меня называют по-разному. В основном Геральт или паршивый выродок. Людям нравится все преувеличивать. Ты ведь не паршив? Не хочу тебя обидеть. Без обид. Я уж точно запаршиваю, если еще раз полезу через это болото. Да. Я ищу работу. А, мечи. Кажется, я знаю, какую работу ты ищешь. Может, ты захочешь сопроводить меня в часовню, чтобы я помолился? Я стар. И уже не сдюжу от дубаси чудище своей палкой. Я имел ввиду работу, которая принесет деньги. Но все равно я отведу тебя туда. Так, и куда мне это надо? Часовня. Сюда. По идее, нам, наверное, лучше туда ломануться сразу. В деревню мы сюда еще зайдем. Просто от него избавлюсь, чтобы потом не париться. Убежать-то далеко. Главное, чтобы коньки не двинул. А то, обидно будет, убежал с ним, а он умер. Да вы отравлены, батюшка? Батенька, так вот топится, топится, топится. Не, напрямик. Не хочу лишний раз пока влазить не в локации, которые... Черт. Ладно. Сейчас разберемся. Сначала напрямую. Да, черт. Ловун, вот это жесть. Э, сказал С же. Все нормально. О, собаку убили. Не жалко. Да, собаке больше нет. Так, куда мне тут? Прямой дорогой туда. У, пиявки. Побили скот. Опа, опа. Опа, опа. Опа, опа, опа. Опа. Опа, беги. Беги, бедьмак. Понят. Хорошо, что я сохранился рядом. Опасная штука. Черт. Довольно! Довольно! Давай, держись. Довольно! Блин, он все равно коцает. Причем не слабо так. Блин, пиявки-то жесть. Вообще не готов к этому миру. Домец идет в болоту. Просто, да, я не поиграл здесь, на максималке проходил. По-моему, каждый раз в деле готовил и убегал. Готовил и убегал. Блин, совсем рядом осталось. Держись, старик. Держись меня. Довольно! Довольно! Сколько вы будете меня преследовать? Сколько вы будете меня преследовать? Довольно! Как вы вообще живете на этих болотах? Давай сжахай. Поперся с дедушкой называется, да? Найти и поймать кого? А, все, языки. Понятно. Хватит ты ж гадина. Нет, стой, отступай, отступай, отступай. Дед, беги, беги, дед. Дед, назад, 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 назад. Ты че? Попадал. Как я к нему пройду? Оно растение. Оно боится огня. А, че это? А, это бряшка, я думаю. Давай восстанавливай быстрее. Оно сильно бьет. Ну-ка, давайте попробуем. Вот какой-то чувак орчит. Давай. Нет. Не осили. Забавно. Уверен, с пургой я его вынесу. Лучше пока войти. Блин, пришел, да? Давай тоже убьем тебя. Опять ты? Эти места называют тремя островами. Здесь особенно хорошо растет ласточкино зелье. Ты разбираешься в травах? Нет. Я не травник. Но я очень много читал. К примеру, я знаю, что смешав две части ласточкиного зелья с наизанской солью с наизанской солью можно получить бомбу, вызывающую магический страх. Я это запомнил. Болото кишат пиявками. Возьми две части их крови, смешай с лимфой чудовище и спорами эхинопса и получишь зелья, которое друиды называют Мориборский лес. Знаешь еще какие-нибудь полезные рецепты? Треклятый склероз! Может, попозже вспомню. Довольно! Слишком много очидет, да? Довольно! Черт! Все, я труб, да, по-моему? Довольно! 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 Куда идти-то? Сюда. Это, конечно, жесть. Вот тут все обелиски указаны. Тоже хорошо. Вот твой алтарь. Что-то изображающее трех женщин. Что-то это мне напоминает. Вот мы и пришли. Спасибо тебе, сынок. Я не твой сынок. Нравишься ты мне. Заходи как-нибудь ко мне в гости, сынок. Покажу тебе свои книги, угощу тебя гуляшом, чайку попьем. Ты ведьмак, да? Недавно я встретился на болотах с одним ведьмаком. Хорошим манером его явно никто не учил. Ему нужен был... Берингар. Круг стихий? Это особое место силы, посвященное стихии земли. Им занимаются друиды. Если хочешь узнать больше, расспроси их как-нибудь об этом. Ты встречался с другим ведьмаком? С этого места поподробнее. Сынок, его звали Берингар. Он интересовался разрушенной башней. И выглядел так, как если бы, прошу прощения, у него был недельный запор. Наверное, это неправильное питание. Меня не интересует его проблема с желудком. Я знаю, сынок, но он боялся. Он почти все время провел около ям, где эти идиоты купаются в глине, как кроты. Больше ничего не знаю. Спасибо, дедушка, ты мне помог. Кто тебя привел сюда, а ты поперся назад. Так, ладно, что мы знаем. Ага, ага, ага. Давайте в глине на яму за это сначала. Да, отвали. Я тебя потом напинаю. Фига себе. Далеко бьет. Чем грузился близко? Могу активировать, но пока не буду. Я активирую все потом, когда у меня будут достаточно камней. Так, вот, да, сейчас сначала мы разберемся с деревней. Вот ты ж, ёптвыр. Капец, он дикий. Давай, давай. Иди, иди, иди. Когда же смогу эти цветочки пинать, да? Потому что они довольно сильные здесь. Это какая-то разновидность более сильная. Еще и травит. Мне, наверное, надо было долго заниматься лутецким денег. Купить себе броню, которая там 5000 стоила, и в ней шариться. Пойдем все разом сюда. Что, все, да? Некому, нечего сказать. Это же. Утопец. Блин, болото, еще жесть. Я думал, я не настолько слаб. Так, обезображенный тру. Хотя тело уже частично съедено монстрами. Еще видно, что смерть наступила от удара мечом. И очень острым мечом. Саламандры. Алтарь водяных. Вот я не знаю, что с ним делать. Значит, положить можно. На, пивасик. Конечно, да. Не самое лучшее, что можно было сделать, но да ладно. Мне зачем-то здесь надо было быть. А че я не помню. Стой, я убил всех твоих. Да стой же ты. От мяса. Вот враг по мне. Этого я распинаю. Фух. Сейчас там было слуховато. Я не знаю, что с ними делать. Еще выясним. Пока поэтапно. Вот это мы сделали. Дом дедушки. То есть, надо будет туда зайти. Похоже на деревню кирпичников. Похоже, да. От дома как везиме. Я с чужаками не разговариваю. Недавно у нас в деревне родилась тройня. Хорошее признаменование для всех. Наверное, да. Что за книга? Сказ о Ларе Дерен и Керенгане из Леди... Из Леда. Так, об этом говорят люди. И ответила королева, не меня о милости проси, а тех, кому ты чарами своими зло причинила. Отважилась ты злые дела творить. Так будь же отважной теперь, когда расплата и справедливость близки. Не в моих силах грехи твои отпустить. И тут же зафыркала ведьма. Ровно окошко загорели ее глаза. Моя погибель близка, крикнула она. Но и твоя недалеко. Королева, ты поняла это? Ты еще вспомнишь свой смертный час Лару Дорен и ее проклятие. И то еще знаешь, что проклятие мое ляжет и на потомков твоих до десятого поколения. Однако, сообразив, что в груди у королевы бесстрашное бьется сердце, злая эльфья-чародейка перестала брониться и пугать проклятием грозить, а словно с гатина побитая принялась скулить моля о пощаде и милосердии. Ну, извини, мне книжка не нужна. Лор какой-то. Привет. Ага. Ну, давайте о всем узнаем. На всякий случай. Где мне найти дровосеков? Ба-ба-ба, дроворубы на просеке. Чего будем еще надыть? А где они живут? Да, надо было сразу сказать, ба-ба-ба. К югу от деревни кирпичников. Лучше иди по тропе, мимо жуткой пещеры, и дальше пока не увидишь пни. Расскажи мне про монстров. Ба-ба-ба, у нас тут много монстров. У нас тут отверты и мамуны, которые не дают пьяным возвращаться домой. Ба-ба-ба, у нас есть литюги и дымовые брауни с красными шапками. Что-нибудь еще? Комары, ба-ба-ба. Расскажи мне про комаров. Проклятые жужжащие кровопийцы. И с каждым годом их все больше. А больше всего их у башни. Башня? Да, если пойдешь прямо на запад, а потом у хижины на юг повернешь, тогда точно до башни дойдешь. Ба-ба-ба. Но она закрыта. Там нет ничего, кроме дурацких комаров и големов. Ба-ба-ба. Расскажи мне про кирпичников. Кирпичники энтомы. Ба-ба-ба. Пойдешь вон туда прямо, как струя, и там будет деревня. Там есть старейшина, которой нужно подчиняться. Мы делаем кирпичи. Ба-ба-ба. Что еще ты хочешь знать? Где мне найти друидов? Надо идти дальше в лес, где красивые деревья и дикие звери. И там друиды. Это прямо на южный запад. Но надо пройти мимо дроворубов или иначе. Но это уже не объяснить, ба-ба-ба. Ну, понятно. Вот уж когда нам он пригодится. Детей. Когда я вырасту, я стану девушкой в таверне. Кем станешь, девушка, кого? Делать нечего. Дай пройди. Мне нужно этот дом ограбить. Хе-хе. Кошмар. Васка, мы с тобой еще поговорим. Некуда, понятно. Надо бы пиво, честь продать, потому что слишком много. Либо реализовать. Странник из дальних земель. Седой, но не старый. Непобедимый, но покрытый шрамами. Он утратил то, что ныне ищет. Как мне звать тебя, добрая женщина? Я Васка. Старейшина этой деревни. Геральт, ведьмак, мое почтение. Чем занимаются жители деревни? Мы простой народ. Мы умеем только добывать глину и делать кирпичи. Кирпичники? Почему же никто не работает? Тяжелые времена пришли к нам. Матвейд, странник, что делают ведьмаки? Мы решаем проблемы. Хочешь спросить о чем-нибудь, беловолосый? Угу. Мы можем поговорить? Алхимик из Визимы по имени Калькштейн утверждает, что ты знаешь что-то о магии из башни и о страже. Давным-давно могучий колдун жил на болоте. Он искал одиночество. И его ученик был его единственным спутником. Все изменилось, когда в его жизни появилась женщина. Начало, как в сказке. Но конец, как в жизни, ибо это была злая женщина. Маг утратил свое сердце себе на горе. Он выполнил все ее прихоти. А она использовала себе на благо его могущества. Кто была эта женщина? Неважно. Я слушаю. Слепая любовь сотворила для мага гибель. Он призвал силы, которые не мог контролировать. Он умер, и башня его обрушилась. Прекрасная история, но что же со стражем? Любовница мага была наделена силой. Она могла предрекать судьбу, и маг подарил ей колоду особенных карт Таро. Согласно ее пророчествам, он изобразил события будущего на каждой карте. И? В жилище мага охраняли големы глиняные великаны, которые трудились без устали. Те, что пережили ярость времени, остались на кладбище, где они, лишенные жизненной силы, омываемые дождями, стоят неподвижно. Один из них — страж? Да, самый могучий голем был привратником. Сторожил вход в жилище мага. Одна из карт Таро Башня показывает, как голем будет возрожден в будущем. И это вновь откроет башню. Возьми эту карту. Мне она больше не нужна. Спасибо, ласка. Чё спеем? Хочешь спросить о чём-нибудь беловолосый? Так, а вот, да? Тот побывал другой ведьмак, некий Берингар. Он был здесь. Задавал разные вопросы по поводу алхимии. Крутился возле башни. Его, наверное, тот алхимик Калкштейн прислал. Вскоре мы нашли его вещи в глиняном карьере. Они все были в крови. Спасибо, ласка. Беловолосый. Там были следы борьбы, причём не с чудовищами. На него напали люди. Злые люди из сухих земель. Огненные ящерицы. Будь осторожен. Ты мне нужен живым. Саламандры. Почему же никто не работает? У вас тут завелись чудовища? Воистину так. Существа, которые убивают работников, свили себе гнездо в глиняных ямах. Понятно. Как они выглядят? Как будто утонули, но потом восстали. Похоже на утопцев. Я могу прикончить их. Мы бедный народ, беловолосый. Я не смогу дать тебе за это больше, чем 50 аренов. Этого достаточно. В сторону пристани. Я жульту на всех. Но вы бери другую. Ху... Я избавился от волосов. Как быстро. Ты проявил к нам милосердие. А я тебя обманула. У меня нет денег, чтобы заплатить тебе. Но я не хочу, чтобы ты ушел без вознаграждения. Возьми этот амулет. Это хесет. Символ милосердия. Сойдет. Будь благословен. Теперь мы сможем подготовиться к приходу владык. А кто эти владыки? Водные владыки имеют большую силу. Мы поклоняемся им. А взамен получаем милость тех, кто приходит из вечных глубин. Любопытно. Все, что приходит в голову, это рыболюди водяные. Как ты смеешь использовать язык богохульства, когда говоришь о водных владыках? Эти имена оскорбляют владык. Ты куда пошла? Я еще тебе не выиграл. Приходи позже, беловолосый. Эй, я хотел с тобой поторговать и прочее. Ты должен быть всех утовс, прежде чем вернуться. Очень. Я рад, что мы делаем кирпичи. Блин, дайте мне зайти внутрь, что у вас там было за сборище. Не скучно. Я хочу сыграть с тобой в кости, женщина. Ты должен помочь. Один из наших детей пропал. Этот мальчик путался у всех под ногами. За тобой тоже бегал, но всегда возвращался до сегодняшнего дня. Может быть, его съели водяные твари? Богохульство! Наверняка его забрали друиды. Они превращают детей в дриад. Ладно, я пойду. Так, с этим все. Так, а что я могу, что я могу, что я могу, прокажи товары с вами, давай. Так, у меня есть много похожего. Буклерское вино. Визимское пиво. Тусенское вино. Тусенское красное. Во, вот они одинаковые. На двадцатку. С маслом, ты не че? Нафиг мне он нужен вообще? Ладно, пока оставлю. Кайдирское. Кайдирское. А на я просто ни к силам не город, у меня их дофига. Визимское. Вот она, Визимское. Центриское, Ридарское. Ну, остальное я, походу, съем понемногу. Ну, у тебя только еда, да? Ладно. Нам нужно побольше. Давай сыграем. Я все равно свой полтинник отобью. Нет, у нее денег. Шесть. А, мне же амулет дали. Надо проверить, что за амулет вообще. Шестерки на шестерках. Мне надо выйти на шестерку. Третью. Собака. Хм, ну ладно. Какая вычурная вилка, да? Один, один, три, четыре, пять. Блин, и на единицах только есть. А на двойках. Черт. А мы рискнем, пойдем на пятерки. Не вышло. Было бы шестерки, я бы выиграл. Четыре, четыре, пять, пять. Блин. Рискованно очень. Пять, пять. Две пары против. Очень рискованно. Прям надо выиграть, еще до пятерки все выбить. Есть. Что собака сделаешь? Старая корга, кляча, сволочь. Хе-хе-хе-хе, все. Так, что за амулет? Башня, на карте изображена башня, в которой бьет молния. С вершины башни падают два человека, две человечки фигуры. Мне дали еще какой-то амулет, я не помню какой. Не вижу. Если так он не влез, не валяется где-то. Да нет, не вижу. Бочка, бочка, бочка. Кирпичник, утопс. Че-то их прям тут осаждают, утопс? Ну вот же. Ну а? Да короче, это было. Обелиск, бочка. Совсем еще разберемся, не переживайте. Ага. Сонтак. Совсем дуб удали. Так, что это книга? Вы уж читали эту книгу, ладно. Ну че поделать, еды мне много не надо. У меня как бы все есть. Ну пошли к деду тому. Может, конечно, покрошить утопцев и так далее. Но первым делом я должен все разведать. Эй, слабаки. Как, значит, поразбираться? Вроде не особо хотят, но ладно. А, я помню, чтобы победить этих эхенопсов, переростков, я использовал этот, эм... Игни. Я качал игни, с ним сражался. Побелиски, сад, ладно. Труп валяется. Классно. Тихое место. Почти кладбище. Как они еще живут в таких местах? Ярко. Ну ладно, в деду зайдем. С 11 на 7. 6 на 12. Сырали этим не пользуюсь? Я не понимаю, нафига они давали такое, если этим не пользуюсь? Где ты? А-а-а. Черт, больно-то как. Конечно, много чего представлено, чтобы меня так пинали. Очень сильное растение. Меня еще и яд добивает, да вы издеваетесь. Обалдеть, а. Офигеть, да? Такс. Книга. А, читал. Ну ладно. Все. Опять есть хочется. Меня сейчас тошнит. А, типа он лидает. А, да, это мой дом. А этот череп и мозг на столе. Человечье? Да. Мясо? Да. На тарелке и в чашке? Верно. Но прежде чем эмоционально реагировать, выслушай мои оправдания. Какие могут быть оправдания у каннибала? Ты бледен. Кушать хочешь? Я ищу ребенка. Мальчишку кирпичников. На что ты намекаешь? Просто спрашиваю. Может ты его видел? Ничего об этом не знаю. И я не люблю детей. Трудно поверить. Да. Почему ты ешь человечину? Мне нравится. На вкус как цыпленок и для здоровья полезно. Фунт человечный это как... Хватит, спасибо. Сам спросил. Подчеркиваю, что я соблюдаю правила. Например, я никогда не ем детей. Да уж, благородство. Не надо сарказма. Иногда я кушаю друида, кирпичника или лесоруба. Особенно люблю эльфяти, но это мясо ароматное и словно пропитано кореньями. А краснолюды? Жилистое и жесткое мясо. По правде говоря, я только один раз попробовал, и я не уверен, что это был краснолюд. Я за это мясо с утопцем подрался. Мне достался кровавый шмат, который узнать уже невозможно было. Достаточно. Как хочешь. Больше ничего не скажу. Ты не заслуживаешь жизни. А я как раз профессиональный убийца монстров. Вот так-так. Всегда можно убить меня. Но от меня больше проку, пока я жив. Я многое знаю. И изучил это болото вдоль и поперек. Я уверен, что я тебе еще пригожусь. Так я тебе и поверил. Ты сбежишь, как только я уйду. Я слишком стар, чтобы снова пускаться в бега. Я тебя не обману. Ты пришел на болото с важной целью. Тебе важнее ее достичь, чем убить старого людоеда. Знай, я храню ответы на многие загадки. Ладно, живи. Пока мест. Твой выбор меня радует. В знак доброй воли я дарю тебе этот рецепт снадобья. Эта информация может тебе пригодиться. Ага. Ну-ка. Что за рецепт снадобья? Рецепт яда повешенного. Яд тоже смазки меча. Кстати, про смазку меча. Серебряный, да? У нас же это хенопс. Какого-то. Попробую сейчас его нагнуть. Если не выйдет, то все. Я расстроен. Если выйдет, я сделаю себе что-нибудь из него. Где ты тут вылазишь? Творюга, где ты был? Скорей, тварь. Давай. Давай. Так, нет. Ну ладно. В принципе, мы сохранились. Так что всем в хорошем настроении. Всем до следующей серии. Всем пока.